всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня я хочу с вами поговорить о палетке tati beauty в начале видео мы с вами посмотрим на саму палетку на ее сводча потом я покажу три макияжа с этой палеткой и в конце видео я выскажу свое финальное мнение а также я покажу чем можно заменить оттенки из этой палетки чем можно заменить клиторы чем можно заменить металлики и конечно же чем можно заменить оттенки sequin так что если тебе интересно то обязательно продолжай смотреть а мы поехали и так сама палетка tati beauty выглядит вот таким вот образом и первое что вы можете заметить то что она уже запачканная это самый первый момент которому все придираются потому что эта упаковка действительно будет у вас грязнющая точно такой же материал был у палеток цаева warm spectrum вот такие вот и вы видите насколько она убита и это при том что я не трогаю палетки грязными руками я вообще люблю мыть руки я постоянно это делаю и вот что происходит с этой палеткой ей к слову где-то полтора года так что палетку tati beauty ближайшие полтора года ожидает тоже самое внутри палетки находится большое зеркало она очень удобная и за это тати отдельный респект потому что в нем очень удобно краситься точнее не в нем а с ним действительно очень удобное большое зеркало оттенки внутри выглядят вот таким вот образом и несмотря на то что данная палетка называется нейтральный нейтральный ее конечно же назвать нельзя действительно нейтральными здесь являются наверное только четыре ряда вот этот черный ритуал коричневый вот такой более-менее тушевочный ряд и светлый ряд все это единственные нейтральные оттенки оранжевый ряд и красный ряд лично я нейтральными не назову ни в коем случае но окей есть и есть логика у данной палетки довольно таки интересная и простая у нас есть всего шесть оттенков вот они и каждый из этих оттенков представлен в различной формуле самая нижняя формула эта формула просто матовых оттенков отдельно о плюсах и минусах каждой формулы мы поговорим в конце видео сейчас я просто покажу сочи чтобы вы понимали о чем мы будем говорить далее и что я буду наносить на себя следующий ряд этот ряд с формулой sequin это матовые оттенки с добавлением блесток блестки там большие крупные их очень очень много их действительно очень заметно сама же тать рекомендует данный ряд наносить при помощи пальца третий ряд это оттенки металлики они же шиммеры красивые хорошие шиммеры к ним практически нельзя придраться но об этом тоже в конце видео и самый последний самый интересный ряд это глиттеры это спрессованные глиттеры они сухие но между ними какая-то вязкая консистенция которая позволяет наносить их на века и где они прилепляются и действительно очень очень много глиттера который очень плотно набитый и это не выглядит так как будто бы у вас две блестки на все века это действительно выглядит потрясающе вот сейчас у меня тоже этот глиттер на глазах и по-моему его прямо таки очень много теперь давайте посмотрим на макияже и так на двух глазах я предлагаю сделать разный макияж чтобы у нас была разная вариативность потому что если я буду делать одинаковый макияж на обоих глазах то скорее всего я просто заколебусь и не покажу вам все что хочу на этом глазу предлагаю сделать какой-нибудь оранжевый макияж я возьму вот такой вот оттенок и буду наносить его в складку действительно хороший оттенок легко тушуется и подойдет как переходный оттенок для многих макияжей дальше я возьму оранжевый оттенок и буду наносить его уже чуть-чуть пониже нельзя сказать что оттенок хорошо втушевывается в предыдущий но он определенно доволенки пигментируем кстати на шее это я почесалась простите не обращать внимания дальше я предлагаю взять вот такой вот матовый оттенок из формулы sequin это матовый оттенок с блестками в жизни все выглядит симпатично но нужно добавить оранжевый вот сюда потому что на камере получается какая-то флеш дальше я продолжу идти по оранжевому ряду и нанесу вот этот вот шиммерный оттенок во внутренний уголок ну и для полной красоты конечно же нанесем еще оранжевый клитор очень красивый клитор вы только посмотрите на этот оранжево-персиковый оттенок просто нереально вот действительно нереально красиво и во внутренний уголочек я еще возьму вот такой вот светлый и тоже его нанесу обратите кстати внимание на то что вот здесь вот все блестки осыпались итак макияж первого глаза готов вот так вот он вышел я пока что не буду клеить на голодные ресницы посмотрим что будет на втором глазу очень очень мне нравится этот макияж несмотря на то что я не фанат вообще рыжих оттенков на себе но это красиво конечно же наибольшую красоту здесь сделал именно глиттер теперь давайте приступать ко второму макияжу и его я буду выполнять в черно-красных оттенках возьму для начала опять вот этот оттенок это у меня базовый оттенок которым я начинаю практически все свои макияжи дальше я возьму совсем капельку вот такого коричневого и нанесу его пониже вы только посмотрите на то как он нанесся это кошмар это ужас господи это выглядит как грязь слава беру в предыдущий оттенок и поставить все между собой спешивать дальше я возьму черный оттенок и нанесу его во внешний уголок и дальше я беру черный оттенок из формулы секвы ну очень очень красиво не обращайте пока внимание на переход но это прям огонь если любите делать какие-то черные смоки то это определенно ваш оттенок и дальше я возьму оттенок из красной линии тоже секвын и нанесу его во внутренний уголок вот посмотрите выглядит ну ни о чем даже блесток не видно у этого оттенка и теперь пойдем по глиттерам самый темный глиттер наношу на внешний уголок вау 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 вы только посмотрите какая красотища теперь наносим красный глиттер обалдеть мое сердце отдано этим глиттерам посмотрите насколько красивый нежный переход между ними очень красиво очень красиво ну что мой макияж на обоих глазах готов посмотрите на то что вышло лично мне очень нравится финальный результат выглядит красиво но зараза у меня столько блесток под глазами вы себе вы себе просто не представляете мне кажется камера даже не передает то количество блесток что у меня тут валяется но их поверьте мне очень 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 много и самый последний макияж я хочу сделать теплым поэтому берем вот этот оттенок в качестве тушевочного дальше я снова беру ненавистный мне оттенок ритуал и буду им затемнять внешний уголок дальше беру оттенок формулоси queen и наношу его тоже на век и дальше я возьму вот этот оттенок и нанесу его ближе ко внутреннему уголку какая красота и на стыке двух оттенков я нанесу вот такой вот шиммер и теперь я предлагаю все зафигачить глиттером и посмотреть на то как он будет переходить из одного оттенка в другой начну я на внешнем уголке асота этого глиттера потом продолжу вот этим и на внутренний уголок добавлю совсем чуть-чуть вот такого белого глиттера смахиваем блестки смахиваем блестки ну и теперь после просмотра макияжа я вам предлагаю обсудить плюсы и минусы данной палетки начнем пожалуй с плюсов потому что их меньше и потом разберем по косточкам все минусы большим плюсом данной палетки является во первых ее зеркало потому что с ней действительно удобно краситься и во вторых большим плюсом является интересная формула глиттеров глиттеров таких глиттеров как здесь нет ни в одной другой палетке серьезно я потом покажу чем я пыталась заменить данные глиттеры и что у меня вышло данные глиттеры сделают красивым невероятным потрясающим бомбическим просто любой макияж даже если вы напортачите с макияжем вы просто берете эти блестки и зафигачиваете их поверх и все будет выглядеть конфетка вторым плюсом данной палетки является ее пигментация потому что действительно тени очень пигментированные это не что-то полупрозрачное что вы будете 30 лет наслаивать это действительно очень и очень пигментированная палетка третьим плюсом являются шиммеры вот эти которые называются металлики это очень комфортная хорошая формула шиммеров которые можно нанести на все века и они будут держаться у вас весь день лично у меня некоторые шиммеры все-таки немного скатывались концу дня но это было настолько мало заметно что в целом если я не подойду к зеркалу и не буду присматриваться то это не будет заметно еще одним плюсом является то что это действительно повседневная палетка несмотря на то что здесь есть рыжий оттенок и вот такой вот красный вы можете красный не использовать но у вас все оттенки именно для того чтобы сделать простой повседневный макияж вы можете взять просто любой самый простой базовый макияж и вы его получите из этих оттенков и последним плюсом данной палетки является то что с этой палеткой вы сможете сделать просто нереальную кучу разных макияжей здесь очень большая вариативность того что можно сделать несмотря на то что есть всего шесть оттенков но из-за того что есть так много разных формул вы можете просто наверное целый месяц делать абсолютно разные макияжи каждый день и это на мой взгляд очень даже хорошо потому что со многими палетками становится скучно из-за низкой вариативности макияжей и теперь давайте переходить к минусам данной палетки самый первый минус я уже называла и это ее оформление она будет очень скоро такая же грязнющая как и вот эти палетки от ЦАЭВА очень маркая упаковка и к сожалению от этого никуда не деться вторым минусом данной палетки является то что она довольно таки увесистая и тяжелая я называла плюсом наличие зеркала у данной палетки но проблема в том что если вы будете держать ее в руках и смотреться в это зеркало очень скоро рука у вас начнет отваливаться она действительно тяжеленькая и долго держать ее в руках на весу просто невозможно опять-таки я где-то неделю эту палетку тестировала и красила с ней так и я постоянно делала перерыв макияжа потому что у меня уставала рука самый большой минус данной палетки заключается в том что оттенки из формулы Сиквин вот этой матовой с блестками и оттенки глиттерные нещадно осыпаются они сыпятся просто как проклятые я недавно смотрела обзор Оли Red Autumn на эту палетку и она сказала то что ничего не сыпется она несколько раз это повторила ребята я когда это услышала я была в шоке я чуть не упала в обморок это я не знаю это либо такая наглая ложь либо же Оля что-то делает принципиально не так я использовала эти палетки и при помощи пальца и при помощи кисти и сыпятся они нещадно они так сильно сыпятся что это портит все впечатление от палетки когда вы используете эти оттенки у вас блестки под глазами у вас блестки на подбородке у вас блестки на одежде вот в этой зоне у вас тоже блестки они везде и они ни черта не стираются их очень-очень трудно убрать что с одежды что с лица я с лица сегодня пыталась убрать блестки у меня ничего не вышло я терла их мицеллярной водой я перенаносила макияж я доносила сюда консилер доносила пудру стряхивала кистью ничего у меня не вышло у меня все еще здесь есть блестки единственный вариант нанесения макияжа с этими двумя формами это когда вы сначала делаете макияж глаз потом вы делаете макияж лица не иначе еще совсем небольшой проблемой в данной палетке является то что некоторые шиммеры из этих скатываются еще одним минусом данной палетки является то что не все оттенки между собой хорошо взаимодействуют самая большая претензия у меня к вот этому коричневому оттенку ритуал честно говоря коричневые оттенки бронзовые оттенки научились делать хорошо уже практически все фирмы все бренды и лохануться на этом оттенке на мой взгляд даже стыдно и позорно этот оттенок плохо наносится этот оттенок плохо тушуется этот оттенок тушуется в грязь он на камере плешивит он в жизни тоже немного плешивит и с другими оттенками он крайне плохо взаимодействует я с этим оттенком действительно просто намучилась я заколебалась его наносить у меня постоянно с ним были проблемы я постоянно видела в камере какие-то дыры какие-то проплешины и это было ну просто ужасно и еще одним минусом данной палетки по факту является то что данные блестки особенно глиттеры вы хрен сотрете серьезно каждый раз когда я иду стирать макияж это какая-то великая проблема они не стираются они остаются на лице очень часто они остаются вот здесь вот рядом с ресничками ты их 3 3 3 3 они все не стираются это ужас я даже сегодня утром пошла умываться и обнаружила у себя на ресницах блестки в общем это большая боль так что приготовьтесь заранее морально к тому что вы будете очень долгое время их оттирать теперь давайте немного посравниваем данную палетку с другими и потом я уже оглашу свое финальное мнение самое интересное в данной палетке это конечно же ее глиттеры и давайте посмотрим чем их можно попытаться заменить или где же есть вообще подобная формула первым делом я конечно же обратила внимание на палетку куду бьюти нее нет где тоже были два глиттерных оттенка вот она данная палетка и здесь есть два вот таких глиттера но они более сухие и там глиттер более мелкий и он в него в другой находится какой-то консистенции получается так что вы глиттера этого носите совсем чуть-чуть он очень редкий у тати бьюти это не так давайте с вами сделаем свотч вот это тати бьюти а вот это худо сами видите что глиттеры очень похожи они одинаково мелкого помола но все же у тати немного более кремовая формула и на мой взгляд у тати все же больше плотность этого глиттера то есть его больше по количеству поэтому глиттер от худой может наноситься с небольшими проплешинками а у тати такой проблемы не будет но все же согласитесь действительно очень похоже и в этой степени формула у тати все же не совсем революционная и также на мой взгляд довольно таки похожий эффект можно добиться от блесток вот таких вот бренда ламель у меня это оттенок gold и давайте посмотрим на что же это похоже у ламель более редкие блестки но все же эффект очень очень похожий в частности когда вы наносите на глаза разницы по факту видно не будет вообще но ламель стоит блестки рублей 200 а палетка тати бьюти все же чуть-чуть дороже теперь давайте посмотрим на металлики металлики тоже не являются никак уникальными про вот эти оттенки бронзовый золотистый и светлый я даже говорить не будут подобного рода шиммер есть везде везде очень очень во многих палетках их можно встретить действительно не стоит даже сравнивать сейчас и тратить на это время а вот о оттенке красном оранжевом и черном я все же хотела бы поговорить к черному я у себя аналогов не нашла но я также и не пришла в восторг от этого металлика потому что наносится он честно говоря так себе а вот этот же красный оттенок из столбика поэт можно найти где бы вы думали опять в худи бьюти вот с вами сравните оттенок у худа бьюти кинки вот такой вот очень очень и очень на него похож и вот такой вот оранжевый оттенок я бы хотела сравнить с оттенком в палетке эвелин charming mocha вот таким вот с оттенком макеата действительно очень похоже я сейчас вам покажу на сводчих ну что ж про матовые оттенки говорить ничего не буду тут общем-то и так понятно в любой палетке можно найти подобные матовые оттенки а вот формула оттенков sequin на мой взгляд действительно уникальная и ни в одной другой палетке я не встречала подобные оттенки это матовые оттенки с большим количеством блесток есть матовые оттенки во многих палетках где есть добавление блесточек об этом говорят многие блогеры кто-то это любит кто-то не любит на самом деле это сделано для того чтобы они лучше тушевались но настолько большого количества блесток которые так сильно были бы видны на веках которые так бы переливались но такого действительно нет и этот ряд можно по заслугам назвать уникальным ну а в финале этого видео я бы хотела сказать что палетка для меня очень двойственная я не могу к ней выработать какое-то определенное отношение нравится она мне или не нравится есть очень много интересных плюсов в частности все же потрясающие клиттеры которым хоть и можно найти замену но очень лень искать по разным палеткам данные замены и бегать по разным брендам здесь у нас в одной палетке есть шесть потрясающих клиттеров которые действительно спасут любой макияж есть также есть красивые шиммеры которым можно придраться но которые все же хорошо работают и которые собраны у нас в одном месте уникальные оттенки sequin и в целом неплохие матовые за исключением оттенка ритуал да как бы с этой с этой точки зрения можно палетку похвалить и более того я определенно буду ее использовать она мне нравится но с другой стороны то как дико это все осыпается меня выбешивает я не могу пользоваться с этими осыпашками данной палеткой на каждый день я если и буду ей краситься то только матовым рядом и только шиммерном если же если я крашусь на работу у меня нет времени потом стирать все эти блестки и переделывать макияж но с другой стороны если есть время заморочиться то можно использовать и оттенки sequin и глиттеры но опять-таки как я уже говорила нужно будет делать сначала макияж глаз потом макияж лица никак не иначе иначе у вас выйдет какая-то жопа на лице просто блестящая блестящая жопа в общем вы для себя сами решайте насколько для вас значимы определенные плюсы или минусы для себя я уже сказала что использовать палетку я буду но не могу я сказать что я вам ее советую и не могу сказать что я ее не советую потому что уж очень разные от нее впечатления с одной стороны потрясающие красивые макияжи но с другой стороны потрясающее количество блесток которые вы бешевают просто и выносят тебе мозг в общем решайте для себя сами какие из плюсов или минусов станут для вас решающими для приобретения или не приобретения данной палетки а на этом все большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца очень надеюсь что оно вам понравилось я очень старалась если оно вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем пока пока пока